МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Областные власти разработали меры по сдерживанию роста цен. Главными причинами повышения стоимости продуктов питания названы увеличение цен на топливо, монополия коммунальщиков и увеличение импорта. Пять социальных инициатив президента активно обсуждается в обществе. О предстоящих изменениях шла речь в Карагандинском государственном университете. В Росказгане задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых денег. Задержанный дал признательные показания. В Карагандинской области представили план по сдерживанию цен. Проект разработали специалисты управления экономики и бюджетного планирования совместно с управлением финансов и палатой предпринимателей Атамикен. Документ представлен Акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову на очередном аппаратном совещании. План разрабатывали несколько месяцев по поручению главы региона. Эксперты проанализировали товарные рынки, данные баланса производства и потребления, динамику цен на социально значимые продовольственные товары и услуги изменения процентных ставок в отдельных видов потребительского кредитования. Проведен всесторонний анализ, который показал, какие именно процессы влияют на рост цен. Результаты проведенного анализа дают основания полагать, что к основным причинам инфляционного характера, оказывающим влияние на рост ИПЦ, относятся, первое, низкая конкуренция отдельных товарных рынков, вследствие присутствия на них производителей поставщиков, занимающих доминирующее положение в промышленном секторе и секторе оказания отдельных видов услуг, ограничивающие конкурентное производство и оказывающие влияние на поддержание высокого уровня цен. Второе, это монополии в сфере оказания коммунальных услуг. Импортируемая инфляция – следующая причина, вследствие воздействия внешнего повышения цен на импортируемые товары, а также рост объемов импорта на отдельные виды товаров, в том числе производимых в регионе. В числе предполагаемых мер – расширение форм и способов совместного участия госорганов и предпринимателей в проекта ГЧП – работы по стимулированию предпринимательской активности в части импортозамещения. Кроме того, по мнению руководителя управления экономики, необходимо работать и с населением. В плане учтен фактор влияния на ИПЦ инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Мониторинг этого влияния проводится Национальным банком республики путем опроса определенного количества респондентов. Полагаем, что на областном уровне снижение степени влияния инфляционных ожиданий на ИПЦ необходимо проводить через широкое информирование населения о проводимой работе и о ее результатах, а также активное вовлечение в эту работу Национальной палатой предпринимателей. Среди других мер, которые предлагают эксперты – повышение загрузки перерабатывающих предприятий, продолжение работы по организации «зеленого каравана», проведение сельскохозяйственных ярмарок и товарные интервенции. Глава региона поручил в течение недели окончательно откорректировать план с учетом возможных замечаний и предложений со стороны представителей госорганов. Еще неделю с учетом сегодняшнего обсуждения доработайте. Каждое управление, мои заместители, еще раз внимательно посмотрите. И после этого мы утвердим, и по этому плану будем работать. Но это не говорит, что это окончательный вариант. Мы по ходу, раз касаюсь, ослышимся, будем дополнять. Аким области поручил всем Акимам городов и районов как можно раньше начать принимать меры, прописанные в плане. Он напомнил, что одним из главных вопросов, которые задавали жители на недавних отчетных встречах Акимов, был вопрос о растущих ценах. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тейн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во всей стране продолжаются активные обсуждения пяти социальных инициатив, которые поспособствуют экономическому росту страны. О влиянии этих инициатив на жизнь молодого поколения говорили на мероприятии в Каргу. Со студентами вуза встретился депутат областного маслихата Бигзат Алтынбеков. В обращении главы государства говорится о доступности жилья, дальнейшей гатификации страны, снижении налоговой нагрузки, расширении микрокредитования, а также о доступности высшего образования. Последняя инициатива нашла положительный отклик среди представителей молодежи и работников сферы образования. Они уверены, что увеличение количества образовательных грантов повысит доступность и качество образования. На сегодняшний день у молодых людей нет причин для волнения и беспокойства. Если раньше было 54 тысячи образовательных грантов, то сейчас их количество увеличилось на 20 тысяч. Глава государства отметил, что 11 тысяч из них следует выделить на технические специальности, а также на специальности, востребованные в сельскохозяйственной отрасли. Острый ум и нацеленность на результат – это то, что нам диктует время. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, что мне может дать страна, молодые люди должны трудиться на ее благо. Пять социальных инициатив преследуют одну цель – улучшить качество жизни населения. Именно по этой причине во всех уголках страны люди радостно приняли новость об инициативах, озвученных президентом. После обращения главы государства у молодежи появилась не только надежда на светлое будущее, но и уверенность в завтрашнем дне. Как гражданка Казахстана я могу с уверенностью сказать, что в будущем сделаю все для развития своей страны. Я получила столько мотивации после этой встречи. Теперь я знаю, в каком направлении мне нужно работать. Эти социальные инициативы дают много возможностей нам, молодому поколению. Ранее президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость подготовки кадров, которые будут востребованы в условиях Четвертой промышленной революции. Для осуществления заданной цели в ближайшее время планируется строительство общежитий и увеличение числа образовательных грантов. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Социальные преобразования Казахстана всецело поддерживает и профессорско-преподавательский состав Карагандинского технического университета. Подробнее рассказать о том, как социальные инициативы президента могут помочь модернизировать республику, мы попросили первого проректора вуза Аристотеля Исагулова. Ежегодное послание президента Казахстана – это стратегический план действий, который определяет основные направления развития республики. Пять социальных инициатив – это тактический план, в котором обозначены вопросы, требующие оперативного решения. Такого мнения придерживаются в Карагандинском государственном техническом университете. Особое внимание в вузе обратили на увеличение количества образовательных грантов. Будучи головным учебно-методическим объединением РОМС Республики Казахстан по 27 специальностям, мы в состоянии освоить все гранты, которые будут получены нашими абитуриентами. Здесь хотелось бы сказать о таким специальностях, как робототехника, информационные технологии, нанотехнологии. Еще одним важным пунктом социальных инициатив стало строительство студенческих общежитий. В университете уже проводится работа в этом направлении. И еще самое главное, третье заинтересовались, это наша студенческая молодежь, в том, что у нас нехватка 1500 мест в общежитии. И вот Нуртан Апишевич Назарбаев сказал, что именно поддержка с привлечением государственного частного партнерства, конечно, будут выделены финансовые финансы для построения и открытия новых общежитий. И вот сейчас мы работу ведем. В Государственном техническом университете уверены, что увеличение количества грантов на обучение – это закономерный шаг на пути к улучшению доступности высшего образования в республике после введения бесплатного профессионального технического образования. Такие меры позволяют вовлечь компетентную молодежь в процесс индустриализации, строительства и модернизации инфраструктуры. Инцидент произошел 10 марта. В полицию с просьбой о помощи обратилась женщина. По ее словам, в центральном рынке к ней подошел незнакомый мужчина и попросил разменять купюру номиналом 10 тысяч тенге. Позже выяснилось, что купюра оказалась фальшивой. На следующий же день с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один житель города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области задержан житель города. При обыске его местожительства изъяты денежные средства, похожие на поддельные в сумме 200 долларов США двумя одинаковыми купюрами и 49 тысяч 500 тенге разными купюрами. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью задержан житель города Жизгазган, который дал признательные показания. Более того, в ходе обыска его местожительства изъяты вещественные доказательства. На сегодняшний день назначены соответствующие экспертизы, проводится доследственная проверка. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде стартовали мероприятия, посвященные общенародному празднику Наурыз. В областной научной универсальной библиотеке имени Гоголя состоялось открытие книжной экспозиции «Наурыз. Наследие нации». Посетители выставки ознакомились с древними книгами, а также приняли участие в викторине. Цикл мероприятий, посвященных весеннему празднику, стартовал с книжной экспозиции «Наурыз. Наследие нации». Вниманию многочисленных посетителей областной универсальной научной библиотеки имени Гоголя были представлены редкие книги, которые повествуют историю общетюркского праздника. Стоит отметить, что библиотека обладает богатым фондом в 400 тысяч книг. Сотрудники библиотеки отмечают цель выставки – искоренить мифы, окружающий главный праздник весны, а также показать всем, что «Наурыз» – общее достояние тюркского мира. «Целью данной экспозиции является открыть большому кругу читателей разные недомовки, мифы, которые сопровождают мероприятия празднования «Наурыза». Все считают «Наурыз» только казахским праздником. Мы хотим показать, что «Наурыз» является праздником всех тюркских народов, Малой и Средней Азии, Ирана, Башкир, Татар. Это праздник, объединяющий все этносы Казахстана, это праздник, который усиляет надежду, что это Новый год, что это обновление души, обновление природы, обновление всего, что у нас есть вокруг». Мероприятие было организовано при поддержке Управления культуры, архивов и документации. Сотрудники Управления подготовили цикл мероприятий под названием «Наурыз Караван». В рамках масштабного празднования «Наурыз» карагандинцы смогут постить областные библиотеки и музеи, чтобы лучше узнать о бестоках праздника. «Сегодня стартовал крупный проект под названием «Наурыз Караван». Первую выставку в рамках этого проекта мы проводим в библиотеке имени Гоголя. Далее последует череда различных культурных мероприятий. Мы планируем провести литературно-музыкальный вечер в библиотеке имени Абая. Еще одна праздничная программа состоится в библиотеке имени Бектурова. Помимо этого, в областных музеях вниманию карагандинцев будут представлены различные инсталляции. Подобным образом мы хотим приобщить народ к празднованию «Наурыза». Основную массу посетителей выставки составили ученики городских школ. В ходе мероприятия знания школьников проверили посредством викторины. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Служба государственной охраны Республики Казахстан приглашает молодых людей в ряды элитных воинских подразделений Айбэн и Батэр. Желающие могут обратиться в Департамент по делам обороны. Именно там проходит собеседование. Безупречность в каждом движении – это дело всей моей жизни. Я намерен совершенствовать его и дальше. Этот патриотичный видеоролик служба государственной охраны Республики Казахстан выпустила для того, чтобы привлечь в свои ряды молодых казахстанцев. Ребятам предлагают служить в двух президентских полках – Айбэн и Батэр. Стоит отметить, что служба непростая. Это церемониальное обслуживание государственных мероприятий с участием главы государства, охрана первых лиц Казахстана и многое другое. И для этой службы отбираются призывники с отличными физическими данными, морально-психологической устойчивостью и ростом не менее 180 сантиметров. Служба в президентских полках сложная, но интересная, отмечается в видеоролике. Именно здесь начинается мой путь. Путь будущего офицера. Напомним, что 1 марта стартовала очередная призывная кампания на срочную военную службу. Всего по стране планируется призвать более 17 тысяч новобранцев. В настоящее время проводятся медицинские комиссии, формируются команды. Основной целью проведения изучения является выявление морально-психологического состояния призывника, ранее перенесенных заболеваний, состояния здоровья. Изучение у нас проводится как с самим призывником при личной беседе, так же при личной беседе с родителями призывника, опекунами призывника, производственным коллективом, где работает призывник. Главной целью изучения является определение морально-деловых качеств, а также состояние здоровья. Как сообщили в Карагандинском областном департаменте по делам обороны, комплектование войсковых частей осуществляется по экстерриториальному принципу. Иначе говоря, новобранцы будут служить в других регионах Казахстана. Военные также отмечают, что уже несколько лет призыв в армию – это процесс открытый и прозрачный. И достигнуто это благодаря участию представителей общественности. Для желающих пополнить ряды президентских полков Айбын и Батыр, стоит обратиться в департамент по делам обороны. И еще об одном. Главный тренер хоккейного клуба «Сарарка» Дмитрий Крамаренко назвал нынешний сезон худшим для карагандинской команды. Действительно, начиная с сезона 2012-2013 годов, «Сарарка» неизменно пробивалась в число участников плей-офф. И все эти годы она неизменно проходила первый раунд игр на выживание. Но не в этот раз. Подробнее о прошедшем сезоне в нашем обзорном материале. Эти кадры четырехлетней давности напоминают тот счастливый момент, когда карагандинские хоккеисты, обыграв все команды высшей хоккейной лиги России, стали обладателями Кубка «Братины». Еще ни одна казахстанская дружина не достигала таких высот ни в советские годы, ни в новое время. И каково же было разочарование болельщиков, когда сегодня «Сарарка» выбыла из плей-оффа в самом начале. Напомним, что 9 марта в седьмом матче серии 1-8 финала Карагандинский клуб проиграл новокузнецкому «Металлургу» со счетом 1-2. В послематчевом интервью наставник «Сарарке» с нескрываемой горечью назвал прошедший сезон худшим за всю историю клуба. Закончилось, ну, к сожалению, для нас. Сложно что-то говорить. Ребятам единственное скажу спасибо за сезон. Тем искренним болельщикам спасибо за поддержку в каждом матче. Тем умникам у них есть повод пообщаться, выделиться. Я желаю им удачи, пусть выделятся. Ну, никого не виню, да, в любом случае не справился я. Потому что худший сезон для «Сарарки» виню только себя. И это действительно так. В сезоне 2017-2018 клуб показал наихудший результат. В прошлом сезоне «Сарарка» доходила до четверть финала плей-офф. В сезонах 15-16 и 14-15 до полуфинала. Стоит отметить, что прошедший сезон для «Сарарки» был непростой. Практически на пике сезона руководство клуба поменяло наставника. Ранее ставку делали наименитых тренеров со стороны. Теперь же решили дать шанс местным кадрам. 39-летний Дмитрий Крамаренко – воспитанник карагандинского хоккея. Казалось бы, дела пошли в гору. После назначения нового наставника «Сарарка» провела блестящую победную серию из семи игр. По итогам регулярного чемпионата клуб вышел на четвертое место. Однако в плей-оффе что-то не сложилось. Главный тренер Крамаренко винит в этом только себя. Большое спасибо отдельное женам, мамам, матерям, которые переживали каждый день за своих ребят. Большое спасибо за доверие руководителю клуба. К сожалению, не справлюсь. Еще раз извиняюсь перед болельщиками, перед искренними. Только перед искренними, повторюсь, которые каждый день верили в команду. И отдельное спасибо своей жене и своей семье. Больше ничего. Мы продолжаем. Жизнь продолжается. Будем сильнее в следующий раз. Сезон закончен. Впереди еще предстоит разбор полетов и решение руководства клуба. А пока игроки готовятся отправиться в отпуск, а тренерский штаб готовит новую стратегию для нового сезона 2018-2019. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саввулкстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова